Ну что, добро пожаловать. Я рада, что вы все-таки добрались до первой лекции, несмотря на то, что ее поставили на вечер понедельника. Как бы никто на самом деле не ожидал. Я думала, что у нас все будет так счастливо и по-домашнему в субботу, но, well, sometimes it happens. Курс наш называется Prod and Prodge 2019. Вообще он 101 2019, потому что это более-менее вводный курс сразу как бы на две специальности. Вы сами понимаете, что за 10 лекций преподать две специальности глубоко практически impossible, но мы постараемся погрузиться настолько, насколько это возможно. Первая просьба — это отметиться на занятии. Сделайте это, пожалуйста. Этот слайд вы будете видеть в начале каждой лекции. Он будет вам как родной, если еще не стал по другим курсам. Так что привыкните к нему, полюбите его, смиритесь с ним. Он будет с вами еще как минимум 9 занятий, кроме этого. Пока вы отмечаетесь, расскажу, что меня зовут Дина Сидорова. Я работаю в Mail.ru уже достаточно давно с перерывом на работу в Google. Там я тоже была. Там я была техническим менеджером по работе с партнерами. Я работала здесь, в русском Google, над ассистентом. И запуск ассистента в 2018 году не прошел без моего участия в том числе. Немножко о курсе и о коммуникациях. Общаться мы с вами будем преимущественно в Telegram-чате. Ссылка на который есть презентации. Презентация есть в техносфере, в блоге. Там ее можно скачать, посмотреть. На ссылку нажать, в чат зайти. В общем, все прекрасно. Кажется, должно работать. Если вы хотите добавить меня в друзья, нажать лайк, сделать репост, то можете добавиться ко мне в фейсбуке. А ДЗ присылает лучше, конечно, на мой корповый мейл dsidro.sobaka.com.mail.ru с пометкой техносфера, чтобы я ничего не потеряла, потому что я такая, я могу. Вот. Собственно, думаю, что можно начинать. В чатик добавляйтесь там постепенно. Там уже вроде 14 человек добавилось, но будет больше, будет хорошо. Сегодня у нас первая лекция. Она достаточно вводная. Она про то, что такое проект, что такое продукт, кто такой проект, кто такой продукт, что они вообще делают, кто все эти люди, зачем их понабрали, почему им столько денег платят. Ну и прочие такие вещи попробуем сегодня разобрать. По крайней мере, в первой части будем говорить об этом, а во второй части приступим немножко к hard-скиллу, поговорим о том, как анализировать рынок, как сегментировать аудиторию. Это будет тоже такое достаточно вводное занятие, вводный материал, но надеюсь, что мы успеем разобрать достаточно много. Так вот, что же это такое? Что такое проект и что такое продукт? Хорошо вам видно, да? Не очень, да, хорошо? Ладно, я все равно буду больше говорить, поэтому там так, просто текст. Проект — это временное предприятие, которое направлено на создание какого-то уникального продукта, услуги или результата. Окончание проекта наступает, когда цели проекта достигнуты или когда все поняли, что цели достигнуть невозможно. Тогда его просто сворачивают, кидают в мусорку, говорят, ну, очень жаль, конечно, но, видимо, не судьба. Это всегда болезненный опыт, этого стараются не делать, момент этот максимально оттягивают, но иногда все-таки приходится поступать именно так. Продукт — это товар или услуга, которую можно предложить для рынка и которая будет удовлетворять, ну, в лучшем случае, хочется надеяться, потребности пользователей. Что все это значит? Это значит, что продукт можно улучшать за счет выпуска и выполнения проектов. Допустим, у нас есть вот наш большой-большой поиск в мейле. Его можно улучшать миллионам разных способов. Можно делать более красивые сниппеты, можно делать новые классные инфокарточки, можно подключать новых партнеров. И процесс по разработке карточки, нового типа карточки, по улучшению сниппета — все это в какой-то мере проекты. То есть в рамках улучшения продукта мы можем запускать много-много-много-много проектов. А в результате каждого проекта у нас получается такой мини-продукт. Значит, что? Утка в яйце и вот это вот все, утка в зайце. Значит, в одном большом продукте может быть много-много маленьких подпродуктов. Это все очень классно и очень масштабно звучит, но так вышло, что всем этим кому-то надо заниматься. Хотелось бы, конечно, чтобы оно само работало, но практика показывает, что само не работает. Очень жаль, но вот как-то так вышло. Поэтому есть два специально обученных, в лучшем случае, человека — Project и Product Manager. Между ними обычно есть какая-то разница. Чаще всего в IT-проектах, в IT-продуктах получается так, что Project отвечает за удовлетворение потребностей, задач, команды и индивидуальных потребностей. А Product отвечает за создание новых продуктов, за разработку их стратегии, за анализ рынка, за продвижение, за планирование KPI, за формирование требований, за определение назначения, за roadmap, за вот это вот все. Кажется, что у Project вроде как дел поменьше, но нет, на самом деле вообще ни разу не поменьше. Это неправда. Процессов очень много. Эта сфера очень большая, очень широкая. Там очень много чего нужно знать и много чего нужно уметь. Но дело в том, что в Product и в Project Management просто так с налета попасть достаточно сложно. Осложняется это еще сейчас тем, что мы все дальше и дальше идем в технологии. Мы достигаем каких-то, блин, космических вообще абсолютно результатов, генерируем лица новые с помощью нейронных сетей, какие-то еще делаем непонятные потрясающие вещи, самоездящие автомобили, вот это вот все. Это же супер круто. Но дело в том, что все усложняется и усложняются области. Поэтому есть вопрос, который очень многих волнует. Можно ли я приду и начну сейчас всем управлять вот здесь? Вот я, допустим, занимался тем, что, не знаю, у меня было несколько магазинов, и сейчас я приду в IT и начну управлять большим Data Science проектом. У меня плохие новости. Нельзя. Ну, может быть, можно, если вы супер-супер-супер-крутан, и вы управляли проектами, типа, и продуктами лет 15, вы знаете все, что может пойти не так. У вас достаточно высокий уровень абстракции, вы можете переложить свой опыт. Ну, в таком случае, окей, ну, может быть, что-то и получится, но это вряд ли. Скорее всего, что нет. Поэтому идти в сферу и пытаться чем-то управлять, чего вы не знаете, звучит достаточно странно. Ну, то есть, как вы себе это представляете? Вы приходите, сейчас я буду делать распознавание лиц по фотографии. Фотографии. Так. Ну, я вижу фотографию. Это, в принципе, неплохо. Как это работает? У меня есть глаза, у меня есть фотография, наверное, это все. Но как бы нет, этим же дело не заканчивается, да? Там невероятный какой-то совершенно слой математики, который нужно учить, там, миллион лет, и чтобы это как-то отложилось в голове. А потом еще, чтобы это заработало, столько же примерно программировать на плюсах, которые надо учить еще миллион лет. То есть, все достаточно комплексно. И если не понимать масштаба всего этого действия, то можно очень-очень-очень сильно наколоться. Хотелось бы, чтобы у вас такого опыта не было, поэтому если вы пойдете все-таки в сферу управления проектами и захотите чем-то рулить, свыкнетесь с мыслью, что вам нужно идти туда, понимая, что вы будете делать, чем вы будете управлять. Просто так прийти и на сколько все взять, скорее всего, не получится. Теперь поговорим о том, что и кому нужно знать. Начнем с того, что нужно знать про джекту. На обоих слайдах в первой строчке есть два слова, которые очень важны. Должен быть здравый смысл. И у того, и у того. То есть нужно понимать, что девять женщин за один месяц не родят ребенка. Как бы вам сильно этого не хотелось. Ну то есть даже если очень сильно хочется, нужно понимать, что физиологические наши особенности таковы, что этого случится просто. Ну этого не может быть. Можно очень постараться, но скорее всего ничего не получится. Что нужно знать дальше? Предметную область. Но это мы возвращаемся немного к предыдущему слайду. И как бы очень не хочется, чтобы вы про это забывали, потому что это действительно очень важно. Что еще нужно знать про джекту? Про процессы. Про процессы — это то, как мы что-то делаем. Здесь желательно быть в курсе таких вещей, как фреймворки и методологии разработки. То есть вот этот весь agile, привет, Сбербанк и Герман Греф, скрам, прочие вот эти вещи, канбан, лин, все это необходимо хотя бы как-то изучить. Ну желательно, конечно, не как-то глубоко, но уж что-то можно глубоко, а что-то как получится. Ресурсы. Важно понимать, куда и сколько вы потратите ресурсов. Это как, знаете, в героях. Вот у вас есть пять дерева, и можно либо магистрат построить, а можно, я не знаю, там, что, 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 для грифонов что-нибудь, да, сделать улучшение. А можно не сделать ничего, можно подкопить и подождать до следующего уровня. Поэтому вам тут нужно понять, вы этих двух своих разработчиков поставите на эту задачу или вы добавите еще одного и сделаете еще какую-то крутую. но посложнее. Или вы подождете и сложите их там вместе, но помните, что они вам ребенка не родят все равно, как бы, может быть, вы бы хотели, но нет. И сделайте что-то крутое. Тут надо отдавать себе отчет, что у вас есть и что и как нужно делать. Здесь же про команду. Нужно знать, как с людьми разговаривать, как с ними общаться, что делать, чтобы они с вами начали общаться в ответ. Потому что часто получается так, что с разработкой это не всегда просто. Когда вы приходите и так, ну, Петя, как дела? И Петя на вас. Ты кто? Почему я должен с тобой разговаривать? Мне тут нейронки фитить. Ты вообще почему пришла? Уходи от меня, уходи. То есть вот так вот просто не работает. Это все достаточно сложный процесс, люди очень умные на самом деле, вот, ну, всегда, или практически всегда. Разработка — это реально очень умные, одаренные ребята. Поэтому тут нужен немножко особенный подход к ним. Про методологию я уже сказала, но пусть будут на всякий случай отдельно. Цели. Очень важно понимать, какие у продукта и у проекта есть цели, чтобы им следовать, чтобы не просто делать ради того, чтобы делать, а чтобы делать и чувствовать, что вы улучшаете что-то, что вы улучшаете своими процессами и проектами свой продукт, что вы делаете проект лучше, что вы улучшаете жизнь команды, что вы улучшаете жизнь своих пользователей, что вы улучшаете бюджет и качество компании, в которой вы работаете. Ну и, конечно, еще коммуникация. Если абстрагироваться от команды, а говорить о более глобальных коммуникациях, например, о коммуникациях внутри компании, нужно понимать, что это реально очень важный скилл, найти человека, с которым вам нужно переговорить. Потому что бывает такое, что вы сидите и думаете, так, хорошо, вот сейчас я это сделаю, о, тут, кажется, нужно что-то про рекламу. Так, кому мне позвонить из рекламы? И сидите и думаете, так, я ненавижу звонить, ненавижу звонить. Нужно тогда найти контакт в Телеграме. Блин, а вдруг он не ответит? Что же тогда делать? Напишу в агенте. Блин, он не заходил в агент с прошлого года. Напишу письмо. Блин, он же не прочитает письмо, мне же нужно прямо сейчас. Может быть, мне к нему сходить? Ну, в общем, все эти процессы, они реальные, они имеют место быть. Нужно с этим смириться, что с людьми общаться придется. Все. Ну, никуда от этого не уйти. Вы, как менеджер, должны и будете обязательно общаться с людьми. Смиритесь с этим, полюбите их настолько, насколько это возможно. Не испытывайте ненависти, и вас будет ждать успех. Что нужно знать продукту? Здесь, опять же, два главных слова. Это здравый смысл. Без этого никуда. Я реально, я специально два раза это написала, это не опечатка. Просто это очень-очень-очень важно. Опять же, нужно знать предметную область, потому что нельзя улучшать то, чего вы абсолютно не знаете. С этим невозможно работать. Продакту желательно знать практически все или, как минимум, часть того, что знает проект. Если вы продукт и вообще не понимаете, что там в процессах, или что вот эти все умные ребята там делают, и как это происходит, не надо туда идти. Не пугайте людей. Они будут очень сильно переживать и расстраиваться, когда вы придете и скажете, «Что, неделю уже это делаешь? А, ну ладно, забей, вот сделай мне вот это, и давай как-нибудь там все, хватит». Не надо, у них от этого стресса, они потом болеть начинают. Так делать не надо. Нужно понимать, как это работает, и что так делать нельзя. Но это не только про команду, а еще и про пользователей. Нужно понимать, как проводить UX-исследование, исследование пользовательского опыта, как проводить customer development. Об этом мы поговорим с вами обо всем на второй лекции. Там достаточно много материала. Я вам про все про это расскажу. Нужно понимать и стараться находить боли своих пользователей. Что у них болит, от чего они страдают. Они могут вам не говорить о том, что они страдают. Они сами могут не до конца это понимать. Но ваша задача — понять. И для того, чтобы это понять, нужно внимательно-внимательно людей слушать. Сначала кажется, что это нужно сидеть и слушать специально. Ну, иногда, на самом деле, вначале так приходится делать. Сидишь, так, ладно, теперь скажи мне вот это, сейчас я спрошу у тебя вот это. А потом, когда вы заняты реально каким-то продуктом, получается так, что вы спрашиваете, разговариваете просто даже с друзьями о чем-то, и понимаете, что вы сейчас слушаете их, такие, ага, у тебя вот это болит. Я знаю, как это можно улучшить в своем продукте. Я знаю, что тебе дать, знаю, как тебя спасти. Это немножко профессиональный байос, на самом деле, но это, тем не менее, помогает. Нужно знать, что такое метрики, уметь их конструировать и разумно максимизировать. Разумно, потому что не надо увеличивать CTR, если у вас, например, в ленте какой-то просто трэш, и вам нужны просто клики. Так делать не надо. Нужно, чтобы там было качество, а потом уже клики. Поэтому UX-овые метрики очень важны. Нужно знать аналитику, нужно знать, как работает ретеншн, нужно знать, что такое юнит экономика, нужно знать, как приходит и куда уходят деньги, сколько стоят у вас отдельные пользователи, почему он столько стоит, как сделать так, чтобы он стоил меньше, почему этот пользователь ушел, и куда теперь уйдут все остальные, как это повлияет на метрики, смотри предыдущий пункт, и прочие-прочие-прочие вещи. Маркетинг. Желательно быть в курсе того, что происходит. В идеале всегда будет маркетолог или специалист по маркетингу, который вас поддержит. Но этого может не быть. Поэтому самому разбираться в маркетинге тоже было бы неплохо. Что такое пресс-релиз, какие бывают компании, как запустить рекламу, что донести до пользователя, как это сделать. Об этом, обо всем желательно, конечно, знать. Ну и как, конечно, продавать свой продукт, потому что если вы продукт сделали, но он никому не сдался вообще, то, ну, зря вы его сделали. Good news, everyone. Ну, не такое уж good, но уж какие получились. Так что достаточно много. Поэтому вы понимаете, почему впихнуть в 10 лекций, вот, маловероятно, но мы, по крайней мере, с вами очень постараемся. Ну и есть один лайфхак. Как взять и всего достичь. Ну вот просто он очень четенький, очень простой, совсем несложный, и он вот такой. Берешь и делаешь. Нормально делай, нормально будет. Очень классно, всегда работает. Это кажется, что звучит легко и просто, но на самом деле в этой фразе очень много про труд и очень много про старания. Брать ответственность – это не так уж легко, потому что с вас придут и спросят, скорее всего. Если вы работаете в каком-то стартапе, то с вас должны прийти и спросить, если вы продукт единственный, и вы же SEO, вы сами. Ну, вы поймете, что ничего не летит, значит, вы что-то делаете не так, значит, самое время задаться вопросом. А что пошло не так? Что я не так делаю? Почему? Что случилось вообще? Брать ответственность можно совершенно разными способами, в зависимости от того, на какой позиции вы сейчас находитесь в компании. Например, если вы работаете в тестировании и видите, что в вашем интерфейсе что-то явно идет не так, вполне в ваших силах сделать новый макет, предложить какую-то идею. Для этого не обязательно быть дизайнером от бога и видеть какие-то скрытые эмоции, желания пользователей. Для этого можно как минимум накидать какой-то макап, прийти к текущему менеджеру и сказать, смотри, я вижу вот так, может, давай попробуем это сделать? Ну, и посмотреть, конечно, на фидбэк, который вы получите. Конечно, сам бог велел сделать это, если вы работаете на позиции аналитика, когда у вас куча данных, вы заведуете метриками, вы все это видите, видите, как продукт меняется, что в нем внутри происходит, приток и отток пользователей, как все это работает. Тогда, конечно, нужно приходить и говорить, о, смотри, вот здесь, кажется, мы потеряли 5%, это очень много. Давай мы сделаем так, чтобы этого больше не происходило. Но если мы улучшить не можем, то хотя бы давай терять перестанем для начала, а потом будем смотреть, как это дело улучшать. То есть, на самом деле, областей для того, чтобы начать все это делать, их много. И я думаю, что единственный способ, который может помочь и дорасти до продукта или проекта, особенно до продукта, это реально брать на себя ответственность. Ну, больше другого нет. Я бы хотела бы чего-нибудь посоветовать такое, что типа зазмуриваешься сильно-сильно, потом глаза открываешь, опыт и продукт. Но, блин, я пыталась, так не работает. Пришлось работать. Как-то так вышло. Я сначала вам хотела, на самом деле, рассказать, что конкретно вам нужно для того, чтобы стать проектом и продуктом. Я сначала написала два списка, какие скиллы нужно прокачать, в каком порядке и прочие вещи, но потом вспомнила, что главная задача продукта это приходить не с решением, а приходить с проблемой и обсуждать со своими коллегами, как ее решать. Вам нужно дать людям простор для творчества, нужно дать людям простор для фантазии, в том числе и себе. Поэтому вместо того, чтобы получить два отличных списка, мы получим вот это. Это фреймворк, который называется Grow. Он был разработан в каких-то бородатых, что-то типа 70-х годах, но наиболее активно его сейчас использует Google. По крайней мере, в своей корпоративной культуре, и я точно знаю, так и есть, это они действительно используют. Это фреймворк, который позволяет вам ответить на достаточно важные для вас вопросы. И первый вопрос – это цель. Чего вы хотите? Где вы видите себя через 1, 5, 10 лет? Понимаю, вопрос всех жутко бесит, он страшный, просто такой прям ричарский в плохом смысле этого слова, потому что где вы видите себя через 10 лет? Это же IT, я не знаю. Через 10 лет может вообще все изменится, все будет по-другому. Я не знаю, где я себя вижу, не вижу ничего. Но это скорее не про область, это скорее про вас. Кем бы вы хотели быть через 10 лет? Вы бы хотели быть на той же позиции? Вы бы хотели быть на позиции повыше? Или вы бы хотели быть SEO большой транснациональной корпорации? Здесь скорее о таких масштабах вопрос. Об этом кажется, что стоило бы подумать. Если бы не было ограничений в деньгах и навыках, то кем бы вы были? Это вообще очень классно. Если подумать о том, чтобы вот допустим, допустим, есть куча-куча денег, и вот у меня есть все навыки, которые бы мне хотелось иметь, кем бы я была? Но президентом земли, конечно, не была бы, я бы не стала вред на себя, наверное, такой ответственностью. Продактом земли быть это дело такое, достаточно сложное. Но у меня вот насчет себя есть некоторые соображения. лучше бы, чтобы они были у вас. На самом деле это работает не только в сфере того, что вы бы хотели стать там продактом или проджектом, а в любой, на самом деле, абсолютно сфере, кем бы вы не хотели стать. Если вы хотите стать крутым программистом, то это тоже работает. Крутым экономистом это тоже работает. Ну, anyway, it helps. И каковы ваши интересы, ценности и мотивации? Может быть, вы хотите стать каким-то важным, очень SEO, но вам, например, абсолютно неинтересно, что происходит в инвестициях и финансах сейчас? Тут вопрос, на самом деле, а так ли вы хотите стать SEO, если вам абсолютно неинтересно, что происходит в сфере денег? Потому что, ну, нельзя быть executive officer и не разбираться в том, что происходит в бюджетах. про ваши ценности. Готовы ли вы, условно говоря, проводить 14 часов на работе или не готовы? Если готовы, ну, никаких вопросов, вы, может быть, будете SEO. А если не готовы, то посмотрите, сколько времени у вас займет путь до SEO, потому что, скорее всего, сильно больше, чем если бы вы будете проводить на работе по 8-9 часов. Ну, и про мотивацию все ясно. Хватает ли у вас хотелки, чтобы стать SEO? Стоит ли вам тогда туда идти, если не хватает? Ну, скорее не стоит, чем стоит. Дальше про реальность. Что происходит сейчас? Что больше всего радует и расстраивает на текущей позиции? На текущей позиции это не обязательно в работе, это может быть на месте учебы. Что вас радует на текущем месте учебы? Кому-нибудь что-нибудь радует на текущем месте учебы? Ой-ой-ой. Вы знаете, тут запись идет. Вы скажите чего-нибудь. Никого ничего не радует? Серьезно? А то, что вы учитесь в МГУ, вас никак вообще не радует? Нет? Ну, ваших лиц не видно. Это, в принципе, неплохо. Ладно, окей, а что расстраивает? Ваших лиц не видно. Я повторяю. Ну, да не бойтесь вы, все нормально. Спарки алгоритмов нет. Алгоритмов нет. Вот, окей, еще. Кого еще что расстраивает, кроме алгоритмов? Ну, я запомню. Некоторая техника на поколение старше вас. Некоторая техника на поколение старше вас. Вот, то есть смотрите, как минимум два пункта, вы уже видите, что, блин, есть две вещи, которые реально не устраивают. Позволяет ли текущая позиция, текущее состояние вам расти? Ну, Actual на самом деле позволяет, потому что вы студенты, у вас куча, куча возможностей, ну, кроме техники, алгоритмов, судя по всему. Поэтому, в принципе, идти есть куда, и куча всяких курсов, и много чему можно поучиться. И также нужно смотреть, какой фидбэк вы получаете от коллег. Я сейчас не просто про преподавателей говорю, в том случае, если вы студент, а в том числе от ваших сокурсников, согруппников. Я почему спросила про то, что вас не устраивает, потому что следующий раздел это options, what could you do, чтобы вы могли с этим сделать. Вот, например, кому-то не хватает алгоритмов. Это очень, конечно, дискомфортно, я прекрасно понимаю. Это реально дискомфортно, меня бы расстроило. Поэтому можно найти способ, как эти алгоритмы выучить. Понятно, что не, видимо, прямо вот тут сейчас, я надеюсь, давайте подождем до 9, а там как хотите. Но можно найти курсы, их достаточно много. Можно начать с Эджвика на Курсере, это как минимум хоть что-то, правильно? Не сидеть без дела. Есть очень много курсов у наших ребят, которые тоже ведутся в техносфере. Можно пойти туда и чему-то поучиться. Можно прочитать хорошие книжки. Если книжек хороших найти не получается, потому что их миллион, и типа о Рейле написали 4 тонны книжек, и среди них найти хорошую иногда достаточно проблематично. Да, можно спросить у топовых людей, какие книжки лучше почитать, какие курсы пройти. Это всегда работает на самом деле. Этого не надо бояться. Можно написать каким-то топовым ребятам и попросить у них рекомендации. Они помогут. По поводу того, что техника старше, это конечно проблема посерьезнее. Но в смысле вам самому это решить вряд ли получится. Но по крайней мере можно поднять бунт, написать петицию, я не знаю, сказать, что доколе, так же невозможно дальше жить, с этим нужно что-то делать, давайте мы попробуем как-то что-то преобразить, потому что это же просто Unreal. Ну или если ничего делать не получается, придется купить себе нормальный ноутбук и работать на нем жизнь бывает достаточно жестоко. Но на самом деле нужно смотреть всегда в любой ситуации что вы можете сделать, потому что есть вещи которые в жизни кажутся абсолютно безвыходными. Нам кажется что все плохо и выйти из этой ситуации никак невозможно и иногда это превращается в замкнутый круг и здесь всегда сложно выход найти но всегда абсолютно всегда возможно всегда есть какой-то крючок за который можно зацепиться подняться и пойти дальше кажется что нет но на самом деле да но этот крючок надо найти поэтому в каждой ситуации которая заставляет вас как-то болеть страдать или где вы не видите возможности нужно спрашивать себя что я могу сделать что я реально могу здесь сделать ведь я же точно что то могу находить это и собственно стараться воплощать что если это про студенчество то бинго опять алгоритмы если это про текущую работу которая надоела это же опять миллион курсов это опять взять брать на себя ответственность за новые задачи которые еще не решены если вам кажется что все задачи решены то это не так все задачи не могут быть решены а если они все решены то что то пошло не так в проекте или в продукте значит он недостаточно амбициозный потому что вся работа сделана быть не может всегда будет огромный огромный пласт которому еще можно только даже подступиться а не просто сделать какие новые контакты и мендерство можно найти это возвращает нас к пункту о том что можно спросить крутых ребят на самом деле очень многие не против того чтобы вы регулярно задавали им какие-то вопросы чтобы они могли давать вам какие-то советы это прокачивает не только вас а еще и тех людей которые эти советы и полезные материалы вам дают потому что это заставляет как-то из себя пушить и искать какую-то новую инфу постоянно это например взять если наше преподавание здесь в техносфере наш специалистов из мейла это заставляет сесть перекопать всю свою профессиональную область найти последние наработки и включить их материал потому что мы же не даем вам ну какие-то мыть сведения из учебников там шестидесятых семидесятых годов мы говорим о каких-то последних исследованиях потому что они актуальны они сейчас имеют смысл а область очень динамичная поэтому это в том числе имеет смысл для менторов самих для самих преподавателей поэтому не стесняйтесь спрашивать и в чате пишите если у вас вопросы есть и фейсбуке спрашиваете все будет ок так нужно делать только так можно прокачиваться ну и конечно уилл воля или желание вот выл еду что вы будете делать что сделаете для этого и когда вопрос когда это такой самый настоящий менеджерский вопрос который всех обычно бесит когда вы разговариваете с разработкой и говорить вот у нас есть отличная фича нам для этой фичи нужно сделать вот это 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 и это и разработка да класс мы это сделаем вы когда они ну 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 на следующей неделе и вы таким ну и с этой и с этого момента начинается интересное чем мы поговорим по моему на четвертой лекции про то как планировать работу как декомпозировать задачи вы узнаете о том как это делать как это делать более-менее безболезненно и что для этого можно предпринять в общем вопрос когда на самом деле очень важен потому что можно поставить себе цель выучить алгоритмы цель выучить алгоритмы но можно не сказать когда поэтому теоретически можно выучить их лет через 20 вы же не сказали когда правильно ну у вас цель просто выучить это нормально не так лучше не делать дедлайн он должен быть он должен быть в первую очередь лично для вас не для кого-то еще не для того чтобы кому-то этим похвастаться а для того чтобы вы сами понимали что вот у вас есть срок что вам нужно это сделать что у вас на самом деле еще миллион вещей которые не учены которые вам неизвестны но они вам еще в жизни понадобятся и пригодятся поэтому нужно все-таки стараться держать себя в более-менее разумных рамках какие ресурсы будут полезны какие навыки помогут достичь цели какие ресурсы значит вам нужно найти курсы значит вам нужно найти книги значит вам нужно найти преподавателя Значит, если это необходимо, нужно найти место, значит, нужно найти аппаратуру. Значит, нужно, скорее всего, начинать это делать вот прямо сейчас, потому что даже для меня список звучит как типа «Ого-го!» Кажется, что пора приступать. Какая поддержка руководства и команды могла бы помочь? Здесь, если вы работаете в компании, нужно спрашивать у своих коллег или у своих руководителей о том, что «Вот смотри, я хочу научиться нормально разговаривать с людьми. Я знаю, что ты это делаешь нормально, расскажи мне, как это делать. Можно я пойду, похожу с тобой на 10 совещаний, чтобы понять, как ты ведешь переговоры?» Ну, есть такой случай. Если это ваши коллеги по группе, по учебе, то можно спросить их, что «Вот у тебя вот это получается суперклассно, а я вроде стараюсь, но что-то, видимо, недопонимаю. Помоги мне с этим, расскажи, как ты это делаешь, какой процесс у тебя, какой цели ты идешь, какие у тебя KPI, давай попробуем с этим поработать вместе, давай попробуем как-то победить». С этим понятно? Моргание значит «да». Окей, хорошо. Следующий слайд, он про то, где взять практику. Первый пункт — это про заведение своих педпроджектов. Педпроджект — это небольшой проект, которым вы занимаетесь в свободное время. Пед, ну, от слова «любимый», «любимец». Это может быть все, что угодно. Может, вы вяжете. Может, как хурма, а может быть, спицами. Ну, как повезет. Смотрите, что вам удобно. Может быть, вы занимаетесь благотворительностью и пилите какой-то благотворительный сайт. Может, вы просто, не знаю, помидоры пролеиваете и угораете по этому. Ну, почему нет? Все может быть. Смотрите, какие у вас педпроджекты, старайтесь их решать, старайтесь их доводить до конца. Посмотрите на свою жизнь как на продукт. Я понимаю, что это звучит супер, типа, как коучи, но реально иногда это может помочь. Это возвращает нас к этому слайду, типа, что вы хотите, кем вы себя видите сейчас и через 10 лет. Поэтому посмотрите, кто вы сейчас и кем вы видите себя лет так через 10. И что вам для этого нужно сделать? Как вам добиться того, чтобы этот продукт принес рынку пользу? Как сделать так, чтобы этот продукт люди потом покупали? То есть, как вам быть нужным человеком? Как в профессиональном плане, так, возможно, и в личном. Зависит от того, что вы хотите качнуть. Заведите проект по улучшению одной из ее областей. Ну, я вот про жизнь. Тут можно качать работу, можно качать личку, все, что хотите. Зависит от того, что вам нужно. Геймифицируйте. Ищите ачивки, берите их. Например, если вы жуткий социопат, заведите себе ачивку пообщаться с пятью людьми за месяц. И пообщайтесь. И потом скажите, е, я смог. А потом, чтобы получить левел, сделайте пообщаться с десятью людьми еще за следующий месяц. Добейтесь этого. И так, смотрите, идите по лесенке вверх, вверх и вверх. Это должно помочь. Ну, это обычно на самом деле помогает. Может, звучит как-то маркетингово и достаточно странно, но это действительно помогает решать какие-то жизненные проблемы. У меня, например, в прошлом году был KPI разобраться в ML. И для этого мне пришлось пройти пять курсов, чтобы хоть немножко начать складывать и понимать, что такое SGD и не бояться аббревиатур. В этом году у меня KPI разобраться в биохимии. Не спрашивайте, почему. Просто я странный человек. Но, тем не менее, я сижу и каждый вечер стараюсь читать какое-то количество страниц из учебника или проходить какие-то курсы. Нет, мне для работы это не нужно. Но мне это нужно для себя. И мне кажется, что такие вещи, как биохимия и математика, они вообще максимально развивают мозги и помогают больше и лучше понимать реальность. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии. Вот эти. Что еще можно сделать? Можно посмотреть на любимые сервисы и подумать, что действительно полезного можно в них добавить. Это связано немножко с вашим заданием, которое вы получали при отборе на этот курс. Можно посмотреть, опять же, на ваши любимые музыкальные сервисы и подумать, что в них добавить. Можно посмотреть на что-то еще, на тот же Facebook, Instagram, ВКонтакте, в зависимости от того, что вы пользуетесь, чем вы пользуетесь. И подумать, что можно добавить туда действительно полезного. Полезного! И почему это еще не сделали? Это очень важный шаг, потому что вы думаете, о, вот класс! Вот сейчас я в YouTube добавлю в YouTube музыку, чтобы там можно было узнавать, кто играет в этой группе на басу в этом году, в этом альбоме. Ну, то есть серьезное. Оно кому-то, кроме вас, надо? Ну, вряд ли. Ну, ладно, но, может, есть 20 человек в мире, которым это понадобится. Но 20 человек по сравнению с миллионной аудиторией YouTube, это вообще абсолютно несерьезно. Поэтому тут нужно реально понимать, что нужно делать, а что делать не нужно. Плюс к тому, то, что я вот сейчас привела пример, это будет супердорого в разработке. Это типа два месяца, где и мейль, и инфраструктура, и все вместе, и ночами не спят, и вы приходите их кормить, и потом по выходным, потому что они по выходным тоже работают из-за этой вашей дурацкой задачи, которая никому не нужна. Поэтому подумайте, что реально нужно, и почему люди еще этого не сделали. Возможно, не додумались, а возможно, подумали и решили, что это действительно не имеет никакого смысла. Ну и не делайте лишнего, придерживайтесь пути. По крайней мере, старайтесь. Это связано с предыдущим пунктом, но еще и с тем, что, например, если вы вяжете и любите вязать, то не обязательно вязать и прыгать через скакалку одновременно. Ну, кажется, что скакалка здесь будет лишней. Она добавит, конечно, красок в вашу жизнь, но не факт, что поможет вам довести дело до конца. И не факт, что проект получится каким-то хорошим. Поэтому над этим нужно реально сильно задуматься. В чем подвох при этих двух людей, проекта и продакт-менеджера? Подвох в том, что в небольших проектах и стартапах проекта может не быть. Тогда продакт будет, ну, по крайней мере, если он так не делает, то это, скорее всего, не продакт. Отвечать как за продукт, так и за процессы, происходящие в разработке. А если продакта нет, то, скорее всего, что ничего не будет. Это вот такая жестокая правда. Бывает такое, что, и чаще всего в стартапах бывает так, что продакта нет. Есть человек, который ответственное лицо. Или есть несколько таких ответственных лиц. И они обычно занимаются всем. Они занимаются и координацией разработки, и связями с общественностью, и маркетингом, и продажами, и новыми фичами, и роудмапами, и всем таким. Кажется, что это просто умереть, как много. Но на самом деле это очень и очень интересно. Особенно если туда еще приложить где-нибудь как подорожник инвестиций и этим всем обмазать, понять, сколько стоят акции, и на какой рынок мы выходим, и какой профит мы стараемся и можем получить, то это вообще превращается в какой-то открытый космос, куда вы выходите и думаете, ооо, я тут думала, я все знаю, я, оказывается, не знаю примерно ничего. Поэтому кажется, что есть чего учиться. В общем, мы с вами поговорили о том, кто такой проект и кто такой продакт, что все эти люди делают в организации, зачем они нужны и прочее. А сейчас самое время начать говорить о том, чем же они вообще на самом деле занимаются. По крайней мере на этой, на первой лекции мы будем говорить о том, чем занимается конкретно продакт, об одном из аспектов его работы, а именно об анализе рынка. Эта тема достаточно сложная, достаточно широкая, про нее написано миллиард книжек, поэтому мы ее коснемся так, по верхам, но вы примерно поймете, что нужно делать, чтобы проанализировать рынок, в котором ваш продукт должен запуститься, ну или в котором вы его хотите запустить. Первое, на что нужно обратить внимание, это размер и сегментация рынка, то есть насколько он большой и как он разделен. Много ли у вас конкурентов или мало конкурентов? Много ли продуктов, похожих на ваш или таких продуктов нет вообще? Конечно, второй пункт, один из самых важных пунктов и любимый по большей части всеми продуктами, это целевая аудитория. Какая она, кто в ней, как она думает, что она делает? Все эти аспекты, они реально очень-очень важны для того, чтобы у вас получился классный, качественный продукт, который кому-то нужен, а не только вам, потому что вы просто захотели его сделать. Третий пункт – это потребности рынка. Реально ли он нужен? Действительно ли ваша целевая аудитория в нем нуждается? Как это понять? Как доказать, что он кому-то нужен? И стоит ли это доказывать? Четвертый пункт – это конкуренция. Объем рынка, сколько зарабатывают ваши конкуренты, какие фичи у них есть, каких фичей у них нет, что они могут, что они не могут, где их сильные стороны, где их слабые стороны, какое у них количество инвестиций, сколько стоят их акции и прочие другие достаточно интересные вещи. Ну и барьеры входа. Насколько сложно в этот рынок попасть? Сколько вам будет стоить вообще туда добраться? Стоит ли это вообще делать? Стоит ли начинать? Начнем мы с сегментации. Ай, ай, вот, да. Начнем мы с сегментации. Сегментация бывает по нескольким признакам. Первый признак, первая группа признаков – это географические признаки. Географические – это какие, например? Там есть бесплатные. Спасибо. Вы так все боитесь слова «географические»? Никто не покусает вас, не надо бояться. Это действительно по тому, где находятся ваши конкуренты и по тому, где находятся ваши пользователи. То есть жители ли это столицы или это жители периферии? Жители это больших городов-миллионников или это жители городов сто-двести тысяч населения? Демографические. Сколько населения? Сколько населения еще? Полвозраст. Полвозраст, отлично. Я не страждаю. Отлично, хорошо, молодцы. Ой, я смотрю, вы так и бояться перестанете. Хорошо, неплохо идем. Социоэкономические. Сколько денег народу? Один человек, что ли, у меня в группе? Я не понимаю. Давайте, подре, все правильно. Психографические. Ценности, мотивации, образ жизни. Во, отлично. Абсолютно верно, круто. Я в следующий раз не буду так хорошо готовиться. Поготовлюсь похуже, вы все расскажете. И поведенческие. Как отреагируют? Да, как отреагируют, если это продукт, например, вернемся к помидорам. Если это помидоры, то как они покупают эти помидоры, где они их покупают, почему они их покупают, зачем они их покупают, что они потом с ними делают и прочие-прочие другие вещи. Все правильно. В общем, по этим признакам аудиторию и конкурентов, в том числе, можно сегментировать. Но мы перейдем сейчас к аудитории, поскольку это кажется наиболее важный пункт, от которого на самом деле стоит отталкиваться. И вторая лекция про UX-исследование и про кастомер-девелопмент будет по большей части посвящена именно этому аспекту вашей целевой аудитории. Когда вы думаете о вашей целевой аудитории, о целевой аудитории вашего продукта, стоит задаться следующими вопросами. Достаточно ли людей, соответствующих критериям вашей целевой аудитории? То есть, допустим, вы определяете для себя целевую аудиторию как люди со средним доходом. Средний доход, допустим, московский средний доход, да, ну, это типа 40-50 тысяч рублей, что-то такое. Допустим, это люди 30-25-35 лет. То есть вот это ваша целевая аудитория. Вам нужно посмотреть, достаточно ли людей в этой категории, не два ли там человека, достаточно ли их для того, чтобы туда распространить ваш продукт, чтобы вы и ваша компания впоследствии могли получить от этого прибыль? Или недостаточно? Если недостаточно, то, может, и делать этого на самом деле не стоит. Действительно ли ваш продукт, ваши все эти деяния и старания изменят их жизнь в лучшую сторону? И нужно ли им это на самом деле? Посмотрев на портреты этих людей, пользовательский портрет, можно попробовать это понять. Про пользовательские портреты и jobs to be done мы тоже поговорим на следующей лекции. Мы чуть-чуть коснемся этого в конце текущей, но по большей части будем обсуждать на следующей. В общем, нужно ли им это и как это их жизнь изменит? Продукт нужен пользователям только в тот случай, если он меняет их жизнь в лучшую сторону, больше ни в каком. Если он ничего не делает, то он никому не нужен. Как бы вот эта вот суровая правда жизни, по-другому это, к сожалению, ну или к счастью, на самом деле не работает. Понимаю ли я, как мой отца принимает решение? Это важный вопрос. На самом деле небольшое количество людей умеет влезать в шкуру своих пользователей и понимать, как они думают. А на самом деле это необходимо делать. Вы должны почувствовать себя человеком, вашей целевой аудитории, чтобы понять, действительно ли это будет работать. Если вы продаете смартфоны на Android своей аудитории 25-35 с доходом 40-50, им это нужно или нет? Какие им смартфоны нужны? Что в этом самое главное? Какие фичи для них наиболее приоритетны? Что они с этими смартфонами обычно делают? Как они ими пользуются? Вы должны понимать сами это, чтобы сделать хороший продукт, который пользователи будет устраивать. Могут ли они себе этот продукт позволить? Допустим, что вы выпускаете тот же самый смартфон на платформе Android и у вас целевая аудитория та же самая 40-50 тысяч рублей доход на 25-35 лет возраст. И тут вы выпускаете смартфон на Android со всеми функциями, которые им нужны за 80. Да, ну можно, конечно, взять в кредит, но кажется, что это типа не лучший способ. Ну, конечно, может быть, кто-то будет этим пользоваться, но это не iPhone. Тут как бы проблема. То есть тут этот вопрос статусности, который поднимает iPhone и Apple своими продуктами, он здесь как бы не в таком наличии, в сильно меньшем. Поэтому человек реально четыре раза подумает, стоит ли ему покупать в кредит смартфон на Android за 80 тысяч рублей. Ну, как-то это достаточно странно. Так вот, могут ли они себе позволить? Это важный вопрос, над которым реально стоит подумать. И могу ли я достучаться до них, и насколько это сложно? Насколько сложно к вашей аудитории подобраться? Насколько сложно донести до них месседж вашего продукта? Насколько сложно объяснить им, что этот смартфон на Android им действительно нужен? Что он им даст какую-то пользу? Что он им даст какой-то профит? Что он чем-то отличается от миллиона других таких же смартфонов на платформе Android? Это все нужно очень хорошо понимать, чтобы не пролететь. Потому что не ответив себе на какой-то из этих вопросов, есть большая вероятность того, что качественный продукт, нужный качественный продукт можно не получить. Теперь немножко про потребности рынка. Нужно ответить себе на вопрос, почему ваши пользователи будут это покупать. Например, вот сейчас давайте поговорим, почему люди покупают кофе в Старбаксе. Там я написала смешной комментарий, но просто я не очень понимаю, но, в смысле, я понимаю, почему, я лично нет, но я понимаю, почему это работает. Как вы думаете, почему люди покупают кофе в Старбаксе, а не в каких-то других местах? Потому что это бренд. Да, потому что это бренд. А еще почему? Вкусненько бывает. Вкусненько бывает. Хорошо, еще почему? Там всегда много народа, обычно люди идут туда и на дорогу. Хорошо, еще? Доступность, потому что очень много. Ну, доступность, да, но я бы не сказала, что кофе в Старбаксе типа самый доступный кофе в мире. Ну, я понимаю, в плане географии, да, и локации, да, окей, хорошо, еще почему? Ну, отношения к покупателю хорошие. Да, окей, и еще? Да, приятно, да? Отлично, еще почему? Скорость, приготовление кофе на газарный просто. Да, быстрее, чем в какой-нибудь хипстерской кофейне, где ты 10 раз заснул, пока тебе кофе сделали. Еще почему? Да, класс, это все верно, вы абсолютно все правы, так и есть, а еще потому, что в Старбаксе, в каждом Старбаксе везде готовят одинаковые кофе. Ну, в смысле, это неплохо, это нормально, потому что качество везде одинаковое, и человек идет за кофе в Старбакс, потому что он знает, что сейчас он туда придет, в понедельник утром, придет, скажет, мне, пожалуйста, капучино, карамель, вот это сделай, ему скажут, как тебя зовут, подпишите ему стаканчик, заботливо положат туда какое-то количество сиропа, набросают ему туда молока, заварят кофе, дадут чашечку, скажут, иди, родной, и все у тебя будет хорошо, а если он приложением пользуется, то у него еще и звездочка появится, миленькая же, правда, классно, все очень хорошо, все очень удобно, а вот тут, допустим, что этот человек, который ходит обычно в Старбакс по утрам, в понедельник утром пришел в какую-нибудь хипстерскую кофейню, назовем ее, я не знаю, сова и мышь, допустим, и вот, в общем, 8 утра, он идет в сову и мышь, там стоит такой же сонный хипстер, точно такой же, как он, он говорит, наш пользователь этому хипстеру, сделайте мне, пожалуйста, капучино с карамельным сиропом, он говорит, карамельного нет, есть ореховый из фейхоа и алычи, вам какой? ну давайте алычу, делает ему сиропом из алычи капучино, это занимает минут 20, потому что хипстер один, а перед нашим по-человекам еще человек 5 таких же, которые тоже почему-то пошли за сиропом из алычи, хотя как бы сами уже не рады, и он выходит с этим кофе сомнительного достаточно качества, потому что он хотел карамельный капучино, а получил какой-то сироп из алычи, выходит и думает, зачем я вообще туда пошел, больше не пойду, пойду в свой любимый старбакс, заплатил примерно так же, ну и что, что у них там зерна пережаренные, зато они мне стаканчик подписывают, и уйдет, здесь реально нужно смотреть, почему люди поступают так или иначе, в чем потребность рынка, вот здесь в старбаксе и в макдональдсе и в остальных во всех таких вещах потребность именно в стабильности, люди хотят получать нормальное, более-менее понятное качество за деньги, за которые они привыкли это получать, они сюрпризов не хотят, именно поэтому они туда и ходят, поэтому, смотрите, это важно, на этот вопрос очень важно себе отвечать и не обманываться. Теперь о конкуренции. Нужно посмотреть, какие компании есть на рынке и адекватно себе представлять свое место. Здесь на слайде есть пример в презентации тоже. Есть, например, у нас компания, у которой выручка 750 тысяч евро, есть у которой полтора миллиона евро, есть мы с 400 тысячами евро, и у кого-то там 10 человек, у кого-то 20 человек, у кого-то 5 человек в коллективе. Ну и разные, конечно, размеры, разные цены на продукт, разное качество. Тут на все параметры нужно смотреть, желательно составить такую же таблицу и понимать. Сравнение и анализ конкурентов это очень-очень-очень важный шаг. Вы пока его делаете, вы можете прийти к достаточно большому количеству новых идей, потому что вы смотрите и понимаете, о, у них этого нет. Потом вы задаетесь вопросом, а почему у них этого нет? Думаю, а, поэтому у них этого нет. Ладно, ладно, хорошо, это значит, мы делать не будем. Но если вы анализируете нескольких конкурентов и находите у них какие-то, у кого-то есть, у кого-то нет, вы можете прийти к такой схеме, к такой смеси, которая для вас будет исключительно полезна. И вы на основе этого сможете сделать какую-то фичу, которая будет пользователям приносить счастье, от которой они будут испытывать удовольствие. Это очень важно, делать такой анализ, это очень-очень круто. Во-первых, чтобы понимать, что есть, а что нет, а во-вторых, чтобы понимать, какой у вас объем рынка и сколько у вас денег вообще, и сколько вы можете заработать. Это тоже супер важно, поэтому не нужно об этом забывать. Делайте анализ конкурентов. Если вы находитесь в студенческой среде и вы считаете себя как продукт, делайте анализ конкурентов. У кого есть какие способности, у кого каких способностей нет, кто что может, кто что не может. Только старайтесь быть объективными, не надо делать, я все могу, сейчас все заботаю за два дня, и все, никто мне не ровно. Нет, ну это, конечно, неплохо, здорово, если вы так можете, но скорее всего, что так работать не будет. Поэтому смотрите, все должно быть адекватно. Следующее, о чем мы поговорим, это барьеры входа. Факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно или невозможно пробиться на рынок. Есть рынки со свободным входом, ну то есть, где, пожалуйста, заходи, у нас куча всего, конкуренция, ну есть, но в принципе не слишком серьезная, можешь там свою кофейню открывать, всем будет норм. Рынки с неэффективными барьерами для входа, это рынки, на которых другие компании мешают новым компаниям в IT, но это не особо приветствуется, вот это мешать. Рынки с эффективными барьерами для входа, это рынки, на которых другие компании тоже могут мешать, но вот это мешание, сопротивление, оно считается одной из допустимых и важных политик на этом рынке. и рынки с блокированным входом, то есть это рынки, на которые зайти очень-очень сложно. Это, например, какие-нибудь госкомпании, для которых стать конкурентом достаточно сложно, а может быть даже и не нужно. На самом деле характеристик рынков сильно больше, это просто четыре примерные, если вы хотите этот вопрос дальше поресерчить, то, пожалуйста, you're welcome, это будет очень здорово и классно, но если нет, то можете начать хотя бы с этой классификации. Дальше поговорим о том, что провел анализ рынка, проведи анализ себя, но я тут не про ваши какие-то физиологические и биохимические характеристики говорю, а скорее про себя, я имею в виду про вас как продукт и про ваш продукт в том числе. Есть достаточно большое количество способов проводить анализ собственного продукта и одним из таких способов является гэп-анализ. Кто знает, что такое гэп? Еще? Пропуск, пробел, разрыв. Скорее так, промежуток неплохо, но нам нужно что-то более драматичное в этой ситуации, нужно понять, что чего-то не хватает. В гэп-анализе мы определяем текущее состояние, определяем состояние идеальное в будущем, ну и собственно строим мост от первого ко второму. Это та же штука, которую мы уже частично встречали в фреймворке Grow, то, о чем я вам уже говорила, и для того, чтобы провести гэп-анализ, есть несколько инструментов, я расскажу вам о двух инструментах, но вы можете опять же погуглить, поискать и найти еще больше количества. Давайте разберемся с первым, с вот-анализом. кто-нибудь уже знает, что это такое? Да? Отлично, что знаете? Это штука, которая использует для анализа. Рисует как сектора, где пишем свои сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Потом анализируем все, что вместе и у нас как раз получается ошибка. То есть мы, насколько помним, мы из сильных сторон сразу пишем свои слабости, а из возможностей пишем угрозу. Потом анализируем, понимаем, что мы можем делать, что делать надо, где надо напрячься, а где можно расслабиться. Ни Резон Круз кстати делал свот-анализ, хотя это было написано. Да. А вы пробовали сами его делать? Да, мне заставляли. Звучит, конечно, так себе, но тем не менее, да, собственно, это действительно так и есть. Из этого и состоит. Но для тех, кто не знает, давайте обратим внимание на то, что у нас тут имеется в свот-анализе. Это действительно strengths, weaknesses, opportunities и threats. Вот. И в сильных сторонах это то, что у нашей компании получается делать хорошо обычно. Ну, тут есть некоторый список, он здесь написан, есть презентация, но тем не менее, давайте немножко разберем. В сильные стороны тоже хочется записать качества, которые отделяют нас от наших конкурентов. В смысле хорошие качества, не в смысле, что у нас продукт плохой, а чем мы в хорошем смысле от них отличаемся. также в сильные стороны можно записать внутренние ресурсы, такие, как, например, очень опытный, знающий штат сотрудников, или, например, еще такие вещи, как интеллектуальная собственность, капитал, собственные технологии и прочие такие штуки. Что делает нас реально сильными на этом рынке? В чем мы сильны? Что мы можем дать рынку, чего остальные люди дать не могут? остальные люди или остальные компании? Это очень приятно обычно заполнять, все такие, сейчас мы такие сильные, мы всем все расскажем, все будет супер класс. Второй пункт сильно неприятнее, он про слабости. Здесь нужно написать, что не хватает в нашей компании. Например, например, если брать тот же Starbucks и его кофе, то что в кофе старбакса не хватает. Качества не хватает. Это достаточно субъективно, кого-то реально этот кофе устраивает, ничего сказать не могу, но, например, не хватает разных степеней обжарки. То, что хипстерские кофейни могут предложить, они этого предложить не могут. Им не очень-то и нужно, на самом деле, но, тем не менее, это можно записать в их слабости. Вещи, которые конкуренты делают лучше, чем, собственно, мы. Но, опять же, возвращаясь к старбаксу, это, опять же, могут быть степени какие-то обжарки. Или, может быть, забота об окружающей среде, потому, что очень многие хипстерские кофейни сейчас дают какие-то бонусы за то, что вы наливаете кофе в стаканчик, который сами с собой принесли. В старбаксе, конечно, тоже это можно купить, этот стаканчик и там кофе налить, но там, по-моему, никаких плюшек за это не дают, насколько мне известно. О всяких этих новых хипстерских маленьких кофейнях можно кофе на 50% дешевле купить, если вы придете со своим эко, органик, вот этим вот всем. В принципе, достаточно приятно. Ограничения по ресурсам. Старбаксу это не особо применимо, но тут можно говорить о том, что, например, в нашей команде там есть 20 человек, которые занимаются этим проектом, а в команде гугла есть 20 тысяч человек, которые этим проектом занимаются. Разница достаточно существенная. Кажется, что это как-то влияет все-таки на то, что в продукте происходит. И, конечно, неясное, непонятное никому предложение о продажах. Ну, это может быть как минус. Этого может и не быть, это не всегда есть, такая проблема, но может и быть. А мы вообще чего пытаемся сделать своим продуктом и какой месседж доносим? С этим тоже нужно разобраться. Перейдем к графе с opportunities. Здесь у нас что? Undeserved markets for specific products. Незаслуженные рынки для особенных продуктов. Например, это незанятые рынки для продуктов, которые чем-то особенные, имеют какие-то отличия. Или небольшая конкуренция в области работы вашего продукта или проекта или вашей компании. Или все больше и больше возникающая необходимость в том, что ваш продукт, ну, в появлении вашего продукта. или пресс media coverage, покрытие медиа и прессы вашей компании. Все это может хорошо сказаться на вашем продукте, на вашем проекте, на ваших продажах, на вашем маркетинге впоследствии. Не всегда. Если вы сделаете что-то плохое, то покрытие медийное будет для вас не лучшим выходом, но, тем не менее, это может случиться, но тогда это будет не по юнити, скорее всего, а переедит в столбик с угрозами. В угрозах у нас чаще всего первый пункт это все больше и большее количество конкурентов, которое появляется на рынке, особенно в IT. Сейчас у нас что ни день, то новый стартап, что ни день, то новая компания, что ни неделя, то новая технология, что ни месяц, то новый пейпер от кого-то типа DeepMind или Google с какими-то новыми открытиями, за которые сразу все садятся и начинают повторять. И это возвращает нас к циклу, что ни день, то новый стартап, что ни день, то новая технология. Так что это все достаточно динамично, бодро, и на самом деле это одна из угроз. Окружающая среда, которая постоянно меняется, в этом плане я имею в виду какие-то политические, социальные, экономические факторы. Вот у нас, например, вы знаете сейчас про закон о возможно исключительно русском интернете. Он скорее всего как-то повлияет на то, что происходит. Как? Не знаю. Вот. Но мы об этом с вами разговаривать сейчас не будем. Может быть потом в кулуарах. Здесь есть опять же про негативное покрытие в масс-медиа и меняющиеся отношения пользователей к вашей компании. Это можно посмотреть на нашем примере. На примере Мейла есть продукт, к которому все относятся достаточно сомнительной любовью. Вы знаете, мы тут запустили когда две недели или три недели назад новый браузер, который называется Atom. и в масс-медиа в одной из статей было сказано Mail.ru новый браузер на А. Мы так ну ладно, хорошо. В принципе, конечно, неплохо, достаточно интересно. Но в общем, если был какой-то фейл, а Вика, конечно, всех нас заставил попотеть и теперь все еще очень-очень-очень долго будут это помнить, возможно и такое, что бы вы ни делали, скорее всего, даже если ваш продукт суперкрутой, вас все равно будут сравнивать с каким-то неудачным опытом. Поэтому в этом плане тоже надо быть супераккуратными и всегда смотреть на те шаги, которые вы предпринимали в прошлом, чтобы как-то не обломаться в будущем или в настоящем. Про свод более-менее понятно, да? Мы с вами скорее всего еще будем его делать, ну не прям так, а чуть-чуть, немножечко, но более интересно именно про ваш продукт, который вам нужен. Следующий фреймворк это фреймворк McKinsey. А? Ну да, CMS. Вы рассказываете. Там весь прикол в том, что каждое название на английском это NSS начинается. А, Так он и называется с ними, красава. Там главное запомнить каждое из деталей и то, что в центре у нас стоит, это главное. Как вам это удалось? Мы его сдавали, но визусть учили, что каждый называется и что за счет отвечает. по названию в принципе понятно. Ну, по названию в принципе понятно. Тут, наверное, нужно помнить, что McKinsey делят вот эти 3S нижние и 3S верхние на soft и hard. Soft относится к команде по большей части, к скиллам команды, к каким-то паттернам поведения внутри компании. А hard относится собственно к стратегии, к структуре и к системам, которые используются внутри. А shared values это про господи, core, так скажу, окей, про центральные, да, про центральные, про core ценности компании, про то, что нужно делать, чтобы им следовать, про то, что нужно делать, чтобы их не терять, про то, как это важно и прочие, прочие, прочие вещи. Можно рассматривать компанию так, можно делать гэп-анализ, смотря на то, какие у нас сейчас скиллы, какие у нас сейчас люди, какой у нас сейчас стиль управления, какая у нас сейчас стратегия, структура и какие системы мы используем и смотреть, чего мы хотим добиться, какие мы в идеале хотим стратегии, структуры и системы, какие в идеале мы хотим скиллы, коллег и стиль управления в нашей компании. Не забудьте, что все это мы сейчас с вами обсуждали в рамках вот этой штуки, потому что сейчас кажется достаточно бодро это рассказала, но не рассказала, что в итоге с этим делать. Еще раз, мы сначала определяем, где мы находимся сейчас, определяем, где мы хотим находиться в будущем через год, 5-10 лет, через полгода, через квартал, и от этого отталкиваемся и смотрим, что мы реально можем сделать, чтобы достичь цели. Сейчас поговорим про интересное, достаточно интересное. Кто-нибудь с этим знаком? Валю пропозишен, то, как предлагать ценность вашего продукта, вашей компании, вашего всего. Это частично затрагивает на самом деле нашу следующую тему про UX и КАЗ-ДЕФ и про пользователей, но мы чуть-чуть со всем об этом поговорим. Здесь вот этот шаблон, он разделен на две части. на квадратик и на кружочек. Бинго. Перестай гейнг, это я обожаю. Сначала, на самом деле, заполняется кружочек, потом заполняется квадратик. В кружочке заполняются следующие вещи. Gains, pains и jobs to be done. Gains — это то, чего мы хотим достигнуть, чего пользователи на самом деле хотят достигнуть. Не мы. Пока не мы. Пользователи. Боли. Собственно, те боли, которые у пользователей есть. И jobs to be done. Это то, чем пользователи руководствуются, когда что-то делают. Смотрите, здесь есть большая разница, и многие компании чаще всего используют так называемые пользовательские портреты. Вы увидите это на следующем слайде. Там будет пример пользовательского портрета и будет пример в jobs to be done. Ну, на нем мы посмотрим. Разницу тогда? Сейчас, чтобы не говорить. В квадратике, собственно, мы пишем, как наш продукт может облегчить боли наших пользователей, как наш продукт, наша компания может помочь пользователям достичь цели, и какие продукты и сервисы мы можем для этого предложить. То есть очень важно сначала смотреть на все это с пользовательской точки зрения и заполнять кружочек, а затем заполнять квадратик. И заполнять квадратик не сразу с продуктов и сервисов, а заполнять с pain relievers и gain creators. Иначе будет совсем не то. Иначе у вас будут просто продукты и сервисы, которые зачем-то нужны непонятно зачем. А потом к этому вы уже допишите, как вы классно там работаете с пользователем и им помогаете. Что, скорее всего, может быть, типа, никак. Мы это сделали просто, чтобы сделать. Такое тоже бывает. Давайте посмотрим на этот слайд. Это пример Теслы и value proposition к Тесле. Смотрите, здесь все достаточно интересно. Вот там вот видите веселый и улыбающийся человек сверху? Это, собственно, портрет пользователя. Это что-то типа нашей целевой аудитории. Upper middle class, male, у него 100k доход. Примерно так мы его видим. А вот здесь синенькие стикеры – это jobs to be done. Так как я плохо вижу, я лучше прочитаю вам отсюда. Какие у него нужды, какие у него есть потребности? Он хочет быть не таким, как все. Он хочет быть особенным. Он хочет чем-то среди других людей выделяться. Хочет иногда ездить на длинные дистанции. Тут важное слово «иногда», а не «постоянно», «иногда». Хочет доезжать до работы удобно. Хочет, чтобы все видели, что он суперуспешный, что он суперклассный, что у него есть 100k income, что он upper middle class. И хочет, чтобы у него была какая-то личная мобильность. Вот здесь, смотрите, разница между портретом пользователя и jobs to be done. То есть портрет пользователя – это то, какое он, а jobs to be done – это его нужды. Очень многие компании до сих пор отталкиваются только от портрета пользователя. То есть у него, у очень многих компаний есть, допустим, Петр, который хочет Теслу, да, которому там 35 лет, у которого большой доход. И они думают, окей, вот у нас есть Петр, ему 35 лет, хорошо. Будем, короче, считать, что все, что наша компания делает, мы будем делать для Петра. Но тут такое дело, что если Петр голоден. Типа, Петр идет и покупает сникерс. Он сделал это потому, что Петру 35, и потому что у него 100k income? Потому что он любит шоколад или тупо потому, что он голоден, потому что ему есть хочется, больше ничего не было. Это очень важно. Смотреть на то, какие реальные потребности вы решаете, а не на то просто, почему, какая у вас таргетная аудитория есть. Потому что внутри этой таргетной аудитории есть очень-очень-очень-очень много мелких потребностей, которые вы можете своим продуктом, своей компанией помочь пользователю закрыть. Не надо тупо смотреть на доход, не нужно просто смотреть на его возраст, на его соцдем. Есть вещи, которые Петра волнует каждый день. Он выходит с работы или выходит из дома, а там снег, например, завалил его родную Теслу, условно. Он в гараж почему-то не поставил, она тут вот стоит, вся снегом заваленная. Петру плохо, Петру грустно. Петру грустно не от того, что его 35, а ему 100k доход. Вдруг грустно, потому что ему сейчас еще эту штуку 30 минут чистить. Поэтому в идеале стоило бы предложить какую-то вещь, которая Петру могла бы это боль облегчить. Я не знаю, там, чехол, автоматический подогрев Теслы за полтора часа, который включается от храпа Петра, который обычно бывает во сне, в легкой фазе, когда у него начинает работать будильник. Ну, вы вот все это понимаете. То есть вот такие штуки нужно смотреть, вот эти боли нужно решать, а не ту боль, что Петру 35, и у него все хорошо с деньгами. Это не боль, это решать не надо, у Петра все нормально. Нужно решать, что Петру есть хочется, и что ему дискомфортно. Вот эти вещи, над этими вещами нужно думать, над эти вещи нужно решать. Давайте смотреть дальше. Чего Петр хочет вообще от машины? Он хочет, чтобы бренд все знали, он хочет, чтобы там было достаточно места, хочет, чтобы она была безопасная, хочет, чтобы могла достаточно сильно разгоняться и на большие расстояния ездить, хочет, чтобы был классный дизайн, хочет получать от друзей комплименты, хочет, чтобы она работала как спортивная тачка классная, и чтобы это была хай-энд тачка на батарее. высокотехнологическая, чтобы все у нее было круто. Ну, понятно, чего хочет Петр. Петр хочет, чтобы у него все было хорошо. У него и так хорошо, хочется, чтобы было еще лучше. Понимаю. Это нормально. А что у Петра болит? Давайте посмотрим. Что вокруг очень мало станций для подзарядки. Что он боится, что батарейка у него сядет где-нибудь посередине трассы. Петр, конечно, скорее всего, не поедет в Крыжополь на Тесле, но может случиться так, что в какие-нибудь места его все-таки занесет, а там, может быть, станции и не будет. И поэтому Петр несколько переживает, ехать ли ему на Тесле в Крыжополь или не ехать, и что его там будет ждать. Ну и, конечно, он волнуется, что что-то может произойти. Это абсолютно нормально. Когда мы покупаем такие вещи, как машина, мы переживаем о безопасности в первую очередь. И давайте мы посмотрим, что мы можем Петру дать Теслой. Мы можем ему дать классный перформанс, мы можем дать ему хай-тек ощущения и 17-дюймовый тачскрин. В принципе, учитывая то, что Петру хочется быть высокотехнологичным и перед друзьями похвастаться, то, что у нас будет 17-дюймовый хай-скрин, тачскрин – это хорошо, потому что к нему сядет друг, и Петр скажет, смотри, у меня 17-дюймовый тачскрин. И я говорю, а-а-а-а, ничего себе, так можно было. Но Петру это надо. Петру просто это нужно. У него жизнь такая, у него все хорошо, ему тачскрин нужен. Почему нет? Нужно, чтобы мы фокусировались на дизайне и стиле, и чтобы машина была как можно более автономной. Это должны сделать мы. Это наши цели. Цель для того, чтобы Петр свои цели мог, свои потребности и свои цели мог закрыть. Как мы можем более Петра облегчить? Мы можем сделать то количество мест, которое нужно. Мы можем сделать классную сеть по зарядке наших Тесл. И можем уменьшить, ну и сделать достаточно небольшое время подзарядки. То есть 45-90 минут. Даже если Петр едет в Крыжополь, и у него вдруг села батарейка, ну уж как-нибудь 45 минут, он кофе, который он взял в Старбаксе в стаканчик, сможет попить и подождать, пока Тесла зарядится. Ну и в связи с этим, что мы можем Петру предложить? Давайте смотреть. 8 лет гарантии на батарейку, разные опции, модель S с такой-то определенной мощностью, модель X и модель 3. Ну то есть все разные модели, разные комбинации, у которых какие-то разные параметры. Одна из них, скорее всего, Петра устроит. И Петр будет абсолютно счастлив, исходя из того, что у него есть. То есть это Value Proposition для Теслы. Запомнили, да? Посмотрели? Теперь пойдем дальше. Вот это Value Proposition для Тойоты. Здесь у нас, смотрите, Middle Class Male, то есть уже другой, не Upper Middle Class, а Middle Class Male. 550-75 тысяч у него доход. И у него, кажется, что немножко, немножко почему-то здесь написано совершенно другое. Мы предлагаем нашему, мы почему-то считаем, что у нашего Middle Class Male цели вот такие, доехать до работы, чтобы доносить имидж успеха, чтобы у нас были 4-7 сидений, чтобы все наши друзья знали, чем мы пользуемся и прочее, 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 прочее. А? Это ваш план Крузии написано. Да, да. Actually, да. На самом деле. Посмотрите, здесь вот эта правая, левая, левая часть, она взята из Теслы. На самом деле, левая часть. А вот правая часть, она взята из Тойоты. А портрет человека, он тоже взят из Теслы. Потому что Middle Class Man, ну, он, в принципе, может выглядеть и так, но, как бы, учитывая реалии, в которых делали вот этот, сам framework value proposition, сейчас вы увидите Middle Class Man, которого они имеют в виду, и все сразу поймете. Здесь, получается, достаточно большая дыра между тем, что мы пытаемся сделать, и между тем, что пользователь хочет. А мы почему-то решили, что там Ивану, допустим, что Ивану нужно то же самое, что и Петру. Потому что у него доход там на 25 тысяч меньше всего, значит, он хочет примерно того же. Ну, типа, ну, просто на 25 тысяч дешевле. Вот такая математика. Как смогли. Как смогли, так и посчитали. Но на самом деле так ведь не работает. То есть человек с другим доходом, это человек, скорее всего, с другими потребностями. Человек, который по-другому одевается, человек, который стремится к другим ценностям, у него совершенно другие потребности. Поэтому, если бы мы человеку, который хочет хай-энд, который хочет хвастаться перед друзьями, который хочет 17-дюймовый тач-скрин у себя в машине, предложили бы Тойоту, наиболее вероятно, что этот человек бы расстроился, что это бы ему не подошло. Но, возможно, он бы даже Тойоту купил, попользовался бы ей месяц-два, а потом решил, что она его потребностям не соответствует, что она его проблемы и боли не закрывает. И он с этим больше никакого дела иметь не хочет. Тойоту он продаст, пойдет и купит Теслу. И будет абсолютно счастлив. И мы так... Ну, а мы, а мы, а мы, а мы, а мы. А мы хотели. Поэтому, еще раз, очень важно определить своего пользователя. Очень важно отдавать себе отчет, что ваши пользователи хотят и как вы можете им помочь. Вот на этом слайде все правильно. Здесь у нас портрет того, кто есть миддл-классмен, кто получает 50-75 инкам. Он бородат не потому, что ему на бритву не хватает. Нет, просто такая картинка. Так лучше отражает реальность. Давайте посмотрим, какие потребности у человека, который с таким находом и примерно такого же возраста. он хочет быть таким же, как и его друзья. И это абсолютно нормально, это неплохо. То есть Иван от Петра отличается не тем, что Иван хуже, он просто другой. И это тоже важно понять, что ваши пользователи, которым вы хотите что-то предложить, до которых вы хотите что-то донести, они не хуже, они ни в коем случае не хуже. Они просто немного другие. У них другие потребности и другие желания. Поэтому не надо относиться к ним как к чему-то другого сорта, как к чему-то плохому. Нет. Вы хотите им помочь, они абсолютно нормальные, они такие же хорошие, как и другие. Просто у них какие-то другие характеристики, и это абсолютно нормально. Давайте посмотрим дальше. Что он еще хочет? Чтобы кататься на расстоянии, которые не так далеки от его дома, чтобы у него был имидж счастливого семьянина, чтобы у него тоже была мобильность какая-то личная, чтобы он мог катать свою семью по каким-то разным семейным активностям, детским праздникам, ездить к бабушке на блины, ездить в детские центры, в торговые центры и прочие такие вещи, быть и чувствовать себя при этом абсолютно счастливым. Тут ясно, что Ивану Тесла вряд ли поможет, потому что детское сидение в Тесле кажется, что уже как минимум странно. А если их три, то куда посадить еще одного человека, который, наверное, в семье есть, становится совсем максимально непонятно. Чего вообще Иван хочет достичь? Иван хочет безопасности. Конечно, Иван хочет безопасности, ведь у него явно из Джобстоби, да, мы понимаем, что у Ивана, скорее всего, есть дети. Поэтому для него безопасность это еще более важный фактор, чем для Петра. Потому что если случить что с Иваном или что с его детьми, пережить это будет Ивану еще тяжелее, чем Петру. Сидений достаточно много ему нужно. Понятно тоже почему. Хочется, чтобы все знали, чем он пользуется, потому что он все-таки достаточно денег получает и хочет, чтобы машина была надежной и всем известной, чтобы было о чем с друзьями потом за шашлыком поговорить. И он хочет иметь возможность кататься иногда на этой машине с друзьями. То есть она должна быть тоже достаточно большая. Ну и дизайн должен быть. Дизайн не хай-тек, а дизайн вот он такой, удобный, более-менее округлый, более-менее понятный для этого Ивана, чтобы Ивану было приятно и удобно этим дизайном пользоваться. Чего ему может не хватать? Но если мы говорим про то, что сейчас большая часть Toyota это гибридные автомобили, то у Ивана здесь может быть такая же боль на самом деле, недостаток станции про подзарядки. Что он боится, что что-то случится с машиной, что может что-то произойти с теми, кто в этой машине едет, что что-то может произойти с батареей, что может она слишком долго или часто требовать подзарядку. Все за это Иван переживает. Что мы можем сделать, чтобы Иван переживал меньше? Чтобы Иван переживал меньше, мы ему можем дать 5 сидений и ощущение безопасности, которые исходят от Toyota. На самом деле, это действительно правда, и Toyota очень сильно уделяет этому внимание. И если вы почитаете книгу «Дау-Тойоты», то поймете, насколько там все круто и насколько они действительно упариваются для того, чтобы сделать продукт, максимально подходящий их пользователям. У них не просто так много, настолько много моделей, настолько много комплектаций. Они действительно этому уделяют внимание пристальное и большое. Почитайте. Книжка очень хорошая, там вообще достаточно много и про методологию разработки, «Дау-Тойоты» называется. Там много и про канбан, и про онлин, которые пришли потом в Европу и оптимизировались под понятие agile, в принципе, о котором мы потом с вами тоже поговорим. Вы все узнаете. Всего этого очень много. Что мы можем сделать, чтобы Ивану было лучше? Мы можем дать ему круиз-контроль, мы можем фокусироваться на комфорте и пространстве. Это должна быть явно гибридная тачка, и у нее должен быть такой нормальный, понятный городской стиль. Не хай-энд, не приплюснутая стрела, которая летит в бесконечности далее, а вполне понятная машина, которая ездит по дороге с нормальной скоростью, которая будет безопасна, которая повезет Ивану, его семью, его друзей на шашлык или к бабушке, и все у него будет хорошо. И что в связи с этим мы Ивану можем предложить? Мы можем ему предложить ручное управление, мы можем предложить ему кастомизацию дизайна, которая Ивану будет нужна, мы можем предложить ему разные версии, вот тут написано, собственно, какие ему, Тойоты ему можно предложить, и вообще миллион-миллион опций и комплектаций. Это как раз то, о чем я сейчас вам говорила. Ну, о том, о чем вообще, на что Тойота обращает пристальное внимание. Как-то так, на самом деле. Вопросы у вас есть? Да. А ты список пришлешь? Список чего? Ты говорила, начальство, что у нас список, какие? А, я почему, еще раз, я почему не стала это делать? Я составила, но не пришлю. На самом деле, смотрите, я поделюсь с вами списком всех материалов, которые есть в канале, а не Булдаковой, если вы еще не читаете, но Flame No Game. В Телеграме есть такой канал, я вам ссылку скину, стоит начать его читать, он очень крутой. Она очень много пишет про продукты, и очень много пишет про продуктовые исследования, и про то, как стать хорошим продуктом. И у нее прямо в описании канала есть ссылка на кучу ресурсов для продуктов. Там есть материалы про курсы на Курсере, там есть книги, там есть материалы по ML в продакт-менеджменте, то есть прям вот реально очень много всего. И это все можно учить, прям галочки ставить и не бояться спокойно проходить. И там реально кладезь, и они стараются постоянно его пополнять. Пришлю вам ссылку на этот канал, и пришлю еще на продуктовый чатик, на тоже ссылку в Телеграме, вы посмотрите. Там можно ничего не писать, можно просто смотреть, как ребята общаются. Иногда бывают не слишком адекватные какие-то вещи, а иногда бывают очень ценные и полезные решения, там можно найти. Но там точно можно найти нетворкинг. Там сидят такие ребята, как Ваня Замесин, который ведет тренинги, подкаст-деву, Илья Красинский, который работал в BookMate, и сейчас у него Rick.ai, свой стартап, кажется, по аналитике, если я не ошибаюсь. Миша из Skyeng, забыла, господи, его фамилию, прошу прощения, Миша, если ты это увидишь. В общем, он тоже очень крутой, и там можно его найти. Валерия из Кулин, очень хороший, очень сильный продукт, там их контакты тоже можно найти, им можно написать, и этого не бояться, спросить у них, что дальше делать. Это абсолютно нормально. Стесняться этого не надо, они, наверное, будут рады. Собственно, есть сама Аня Булдакова, которая раньше работала в интеркоме, а сейчас работает в фейсбуке. Вот, она, в принципе, тоже достаточно неплохо отвечает на вопросы. Кстати, раз уж я начала про интерком, есть такая организация, они сейчас, по-моему, занимаются чат-ботами для организации рабочих каких-то пространств, вещей и коммуникации. У них на сайте интеркома очень-очень-очень много мини-книг. У них есть интерком on product management, интерком on marketing, интерком on sales, интерком on jobs to be done, и много-много всего. Книжки небольшие, там буквально по 120-150 страниц, но они все супер-клевые. Интерком пишет очень понятно, очень по делу, без лишней воды, их можно просто брать и читать, и они все бесплатные. Там нужно просто почту ввести, но они, ну, как бы, может минус, а может и не минус, они все на английском, вот, но их постепенно переводят некоторые энтузиасты. Но если с языком проблемы нет, то укачаем, читаем и испытываем полнейший кайф, потому что интерком это действительно очень крутая штука, они плохого не посоветуют. Вот. А список, ну, вот, собственно, я пришлю то, что обещала, да. Еще вопросы? Что-то скромно. Да. А вот, может, я просто прослушал, а чем вы телевые выборы вот эти вот формы в ложку квадратную? Есть ли какой-то сакральный смысл или это просто так? Хороший вопрос. Я не знаю, если честно. Я думаю, что это просто, чтобы было красиво, но, возможно, в этом есть сакральный смысл. А почему вы телевые объясняете? Да, но я не знаю, честно. Я не в курсе, но, возможно, есть. Еще? С чем будет с этим первое домашнее? Первое домашнее задание, смотрите, будет связано с тем, что вам нужно будет сделать нечто похожее на value proposition canvas для одного из продуктов. Я вам расскажу про кто, какому продукту на втором занятии. И вам нужно будет сделать один красный дев и два юзер-экспириенса по людям. У вас на это будет не неделя, у вас будет больше времени на это, у вас будет на это две недели, чтобы успеть, потому что задание достаточно объемное. Вот. Вы все посмотрите и сделаете. Это нужно будет сделать в виде, желательно, презентации, вот, и показать, прислать мне, показывать перед всеми будет не надо, но мне нужно будет прислать. Объясню, почему в виде презентации. Жизнь – боль. Это во-первых. Именно поэтому. А во-вторых, как бы, это все работает так, что когда вы продакт или проджект, вам постоянно результаты своей работы нужно защищать и представлять вашему руководству. Без этого никак вообще. А если вы своему руководству просто покажете Google Doc или табличку в Excel, мотивация ее смотреть будет, ну, примерно нулевая. На самом деле. Ну, никто не будет на это внимание обращать. Поэтому всегда лучше готовить презентацию. Это больно, не хочется. Слайды – это вообще, ну, достаточно такая болезненная ситуация и болезненная история. Но только так и работает. Ну, вот в Google мы делали очень много презентаций. Очень много. У нас по каждому моменту была своя презентация. Это нормально. В Маиле сейчас я делаю примерно так же. Когда я прихожу на совещание к нашему VP, вице-президенту, я постоянно прихожу с презентацией. Потому что это самый нормальный способ донести что-то структурированное, организованное и понятное и не отнимать у человека лишнее время. Потому что пока вы будете нарывать там среди «Сейчас, сейчас, 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 я ссылку потерял, сейчас у меня 50 вкладок открыто, сейчас, 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 сейчас». Блин, вы понимаете, что там типа минута вашего VP стоит как целый день вашей работы, поэтому просто лучше не делайте. Сделайте нормальную презентацию, сделайте все так, чтобы это было организовано, структурировано. Напишите адженду, напишите примерное содержание презентации вначале, чтобы всем было понятно, к чему все идет. Старайтесь это делать постоянно, старайтесь вообще результаты работы вашей команды всегда облекать в какие-то понятные вещи, в графики, в презентации, в какие-то слайды, в диаграммы, чтобы было ясно, чтобы наглядно было в инфографике. Инфографик много не бывает, инфографики всегда хорошо, можно по каждому поводу делать инфографику, всем будет удобно и красиво. Да? Сильный косяк, если не смог прийти на занятия. Чего? Сильный косяк, если не смог прийти на занятия. Косяк не сильный, но за посещаемостью я следить на самом деле буду, потому что итоговый результат будет зависеть в том числе от посещаемости. Но домашки надо сдавать, лекции лучше не пропускать. Если вы не смогли прийти, надо лекцию посмотреть хотя бы. Если ты отметился, но при этом не был на лекции, так я не был на лекции. я, ну, вы же понимаете, что я не буду сидеть, там не будет играть музыка из розовой пантеры, я не буду там тадам, тадам, кого же не было, кого же не было. Я так делать, конечно же, не буду, но, ну, это на вашу совесть остается. Вот. Но тут будет просто достаточно ясно, что если вы не будете справляться с заданиями и будете не активны на работе, ну, на работе, в смысле, не будете активно работать на занятиях, будет ясно, что вы на них ходите недостаточно. И как-то мотивация, видимо, достаточно низкая. Ну, такое тоже бывает, ничего, жизненно вообще. You never know. Так, еще. А вообще какой план сколько домашек, сколько домашек? Смотрите, у нас будет примерно 8 домашек. В конце мы будем защищать, можно считать, что это будет одна большая домашка, слепленная из этих всех, которые мы делали. Это тоже будет большая презентация, ее вы будете защищать перед своими сокурсниками, согруппниками, вот, ими всеми. Все, будем это рассказывать и рассказывать, будем считать, что все ваши согруппники это ваши инвесторы. И они почему-то должны вам дать денег, которые вам очень нужны для того, чтобы вложить их в свой продукт. Вам нужно будет всех этих людей убедить в том, что эти деньги вам действительно можно дать, в том, что вы действительно сделаете какую-то классную вещь. В общем, нужно будет сделать именно это. На финальном занятии будем этим заниматься. Может, это займет даже два, потому что если вас останется так же много, то это займет достаточно много времени. А это будет по группам или индивидуально? Это будет прям вот вы стоите здесь, все сидят здесь, вы рассказываете. Как? Это индивидуально для группы? Нет, я думаю, что нет. Но мы посмотрим, на самом деле, посмотрим, как будет работать. Я думаю, что я смогу определиться после первых трех-четырех лекций. Там уже, ну, после четырех лекций я вам уже точно, конкретно скажу, как будет происходить последнее занятие и что от вас будет требоваться. Но пока что я хочу посмотреть, как вообще будет проходить работа, как вы там справляетесь, не справляетесь домашками, может мне что-то в плане нужно будет поменять, переделать, это тоже нормально, такое бывает, потому что может я слишком сложно или слишком просто все сделала, да. Вопрос на самом деле хороший. Много откуда можно в проекты и продукты прийти, абсолютно из разных сфер. Некоторые программисты переходят работать в проекты и продукты, им это дается не всем, но некоторым дается достаточно сложно за счет того, что проблема с барьером коммуникационным у многих есть, но это хорошее образование, потому что оно хорошо систематизирует голову, математика вообще с этим суперсильно помогает. Из экономики понятно, как пойти, потому что путь достаточно ясный, потому что мы там представляем, где деньги, что как лежит, чего как считается, но желательно опять же не забывать про математику, здесь самое главное, на самом деле, чтобы была какая-то система, чтобы понимать, как все это организовывается. У меня первое вообще лингвистическое, второе собственно инженерное, как бы из того, что было, так получилось, как бы вот так вот. Кажется, что любое такое околоинженерное, околоматематическое образование или образование, которое связано с какой-то системой или кстати социология какая-то с кафедрой математической, это очень хорошая подоплека под то, чтобы быть проектом и продуктом. Очень на многие вещи дает ответы примерно сразу. У меня есть подруга, она работает сейчас менеджером проекта Добро в Майле, она как раз заканчивала здесь соцфакт на мат-кафедре. Отличный человек, вообще супер-профи. у Продолжение следует...